теперь мы поговорим сейчас о одной такой проблеме в общем существует две основных проблемой которые тормозят ваши android приложения одной из таких проблем является вот этот метод find view баяди ну и не дело не только в том что тормозит во-первых посмотрите сколько из лишнего кода сначала нужно создать объекты потом их привязать и уже потом что-то с ними делать это лишний код и вот этот метод фанги байди он очень тяжелый ресурсозатратный для того чтобы каждая на нужно каждый объект привязать это сильно нагружается ресурс смартфона и поэтому некоторое время назад было принято решение отказаться от этого метода но этим режимом решение мало кто пользуется и во всех онлайн школах преподается тот же метод фанги баяди сейчас вам покажу как можно сделать все намного круче и проще у вас есть опять же в я вам скинул доступ в первый блок да и там был урок о том о структурах проекта и вот у нас есть грейдл строителя и здесь есть меры есть файл грейдл и то есть именно приложение не проекта приложения и в общем в этот как бы я рассказал этом рассказал что вот этот проект в этот файл мы подключаем все необходимые необходимые библиотеки и вот тут перед зависимостью вот перед этим закрывающие скобкой давайте вот после это спустимся вот так вот нужно вставить вот этот код он небольшой его просто скопировал можете вести data banding то есть это новое новый подход на и bled true то есть true это истина то есть используем используем этот подход после того как мы это вставили у нас произошли изменения в этом файле из верхнем правом углу появилась ссылка синхронизировать кликаем по ссылке и мы должны происходит происходит перри переподключение вот это выставленного нами кода и для его внедрения в наш проект мы должны попасть мы должны посидеть какое-то время подождать пока все синхронизируется и так у нас синхронизировалась теперь закрываем этот файл он мне нужен и вот давайте переходим в main activity и так что мы можем сделать мы можем избавиться от этих строчек и вот это этих строчек и от этих строчек что нужно для этого сделать в шаблоне верстки нашего этого активики перед компоновщиком мы создаем с вами специальный виджет открываем и в должны написать лаяут то есть мы как металла я вот это слой вот и закрываем открывающийся закрываем открывающийся виджет да и появляется закрывающийся то есть из двух частей мы должны их вот так вот разъединить и теперь видите все все наши как бы вся наша верстка но вы делали выделилась красным красным цветом все что нужно сделать это выделить всю нашу верстку вот до сюда скопировать control c нажимаем удаляем и вставляем ее внутрь вот этого слова слоя лаяут ведь это теперь она все работает теперь нужно все вот эти подключения библиотек скопировать xml с икс икс и мало несута копируем и удаляем видим удалили и то что я тоже что я говорил у нас отключилась подключение к библиотекам и внутри открывающийся лаяута вот так вот спускаемся спускаем закрывающийся скобку открывающегося лаяута вставляем это подключение и подключение снова заработала давайте поднимемся повыше все здесь больше мы ничего не то есть мы создали некий слой лая вот куда все это положили теперь мы переходим в класс и удаляем все эти объекты которые мы создавать нам нужно создать объект класса байдинг для этого она тут он должен у нас быть приватным то есть доступен только в этом классе поэтому правит правит дальше мы указываем такой модификатор как вы помните прошлого урока это значит что он не не нуждается в инициализации лабельной переменной и называем его байдинг бакинг и увидите нам уже подсказывается что вот байдинг я сейчас немножко вам расскажу значит название может быть любое но по логике его назвал банк дальше нам нужно указать тип типа допустим я сейчас нахожусь главной своей активе к стартовой main activity если мы нас мы находимся в стартовой активе это называет должен у нас байдинг этот называется activity у нас называется main activity он наоборот получается называется activity main и потом идет приписка байдинг как про другие активе и про фрагменты мы поговорим сейчас чуть позже вот мы создали эту перемену затем вот здесь опять же я вам скидывал доступ 1 блок я там рассказывал все подробно про вот этот метод инструкции то все есть про этот метод метод он креет и все подобное вот перед тем как ну и вкратце скажу что вот этот метод вот эти приписки все этот код он как бы заполняет наш класс наши activity версткой из из шаблона activity main то есть из нашего шаблона вот перед тем как мы подключим вот этот рлая вот activity main перед подключением шаблона мы ставим сюда курсор и здесь обращаемся к нашему объекту байдинг ставим равно и теперь нужно у нас обратиться классу дата байдинг утиль сейчас я еще не нашел вот он этот класс бадата байдинг утиль и ставим точку и вызов и подсоединяем метод вот этот set content view далее здесь где мы подключаем наш шаблон мы здесь должны поставить this то есть здесь и поставить запятую то есть мы говорим что в объект бабе байдинг мы в объект банки в объект байдинг обращаемся классу к этому и говорим что заполнить этот байдинг вот таким шаблоном все это все что нужно запомнить удаляем всю нашу инициализацию так и что теперь дальше нам нужно сделать там где мы для обращения кнопкам через систему байдинг то есть как обратиться к первой кнопке вернее вот ко второй кнопки так вторая кнопка мы обращаемся вводим байдинг то есть объект наш ставим точку и смотрите и выходят все объем все наши виджеты которые есть шаблоне данном случае баба танту нас интересует и вопросительный знак можно удалить потому что он мы не инициализировали нулабельной переменной мы не использовали нулабельную переменную при инициализации все теперь здесь батон точно также байдинг обращаемся к объекту байтинг который уже содержит шаблон ставим точку батон у нас здесь все просто а в текстовым что поле делаем здесь все то же самое байдинг текст текст получается вам вопросительный знак удаляем и здесь то же самое все эти обращения вот на такую по такому принципу иду идут у нас батон уан и здесь то же самое байдинг батон ту попросительный знак убираем и здесь байдинг там я ошибку сделал сейчас батон ту а здесь не батон ту а тексту она тебе тексту тут у нас текст вам муж везде в 1 в 1 в 1 в 1 текстовое поле в общем ну так он конечно можно было упрости допустим здесь ну ладно пусть так остается тоже тема тематика для следующего урока и вы смотрите что мы сделали на то что нам нужно сделать создать объект байдинг подключить подключить здесь байдинг через этот класс и сразу работаем с объектами не нужно никаких фанды 2 иди не будет никакого торможения все будет работать гладко и хорошо но там есть другая проблема про которую мы говорим в следующем видео но сейчас я вам покажу как работать допустим друг об этом также никто не говорит даже на тех курсах где рассматривается дата байдинг там не рассказал не разговор не рассказывать про это но я вам сейчас пока расскажу одну вещь смотрите для создания activity вот мы перешли в наш проект шава да ну давайте создадим второе activity мы создадим activity вот mt activity назовем например его shop давайте сторону зовем его все создаем и для примера мы еще сейчас начнется загрузка и для примера еще давайте фрагмент создадим я просто хочу вам показать как как подключаться к бандингу вдруг во фрагменте и в другом activity не в главном фрагмент бланк выбираем ну давайте никаким не будем переименовывать другой финиш так ну давайте в activity store давайте возьмем вот эту всю верстку чтобы заново и не создавать так давайте сейчас я вот это вместо констрейн того liner liner лая компейт отлично и теперь но я сейчас быстренько по переношу вот так едет все внутренности давайте теперь создаем слой лаяут так здесь мы все это копируем удаляем вставляем сюда слой подключение библиотек запихиваем лаяут отлично все теперь давайте мы в store перейдем наша это уже не мне главное 9 а уже второстепенная и здесь все то же самое мы давайте что для ускорения просто буду копировать например так смотрите мы создадим перемен предсоздали переменную до байдинг но нам нужно указать правильный тип класс у нас его называется 100 поэтому вводим название 100 нам нужно вот бумагу просто вводим название activity класса store и ищем приписку бандинг и что у нас выходит activity store бандинг выбираем что мы можем сказать если вы работаете с activity то в типе бандинга в activity сначала идет ключевое слово activity потом название класса потом приписка бандинг все остальное мы делаем так же как было в activity main activity но у нас есть еще бывают фрагменты давайте скопируем во фрагмент верстку здесь все то же самое в xml везде все то же самое идет лаяут а я дальше фрейм лаяут запихиваем вовнутри сюда и здесь так отключение библиотек запихиваем в лаяут слой так и давайте скопируем верстку отсюда лайнер по фрагментам я тоже вам давал ссылку на первый блок что нужно знать что во фрагментах есть есть вот в активе тим экрана фрагмент это по факту тоже часть экрана то есть тоже идет как экран внутри этого экрана идет фрейм лаяут который содержит себя все что будет в этом фрагменте фрейм лаяут это родительски в любом случае потом идет компоновка лайнер или констрент лаяут а потом уже виджет вот такая иерархия так отлично все это мы сделали и теперь переходим в бланк фрагмент здесь удаляем все ненужные методы вот наверху до класса все это удаляем лишнее оставляем только метод он create view потому что он у нас наделяет наполняет наш фрагмент версткой и вот давайте я вам сейчас покажу как тут что делается все то же самое мы должны перед методом он create view после объявления классами создаем переменную правит байдинг а теперь по поводу типа значит качестве типы для того чтобы выключить бандинг нужно качестве типа указать там указывали activity ключевое слово здесь фрагмент далее называется бланк у нас называется фрагмент бланк биндинг то есть смотрите но тут мне не очень удобное название сделала для графа фрагмента допустим если бы у нас был бы класс шоп вот я создал класс шоп и у нас бы называл от класс шоп фрагмент от у нас фрагмент шоп байдинг все то же самое ну и теперь давайте здесь как мы должны подключить все то же самое вот здесь перед тем как отличается шаблон мы обращаемся к бандингу ставим равно дата байдинг утиль ставим точку ищем метод инфлейт выбираем инфлейт это метод который как бы заполняет наш фрагмент версткой у этого но это как не метод это объекта у этого объекта есть он находится внутри кла у этого объекта инфлейт есть метод инфлейтер вот он инфлейтер ставим запятую и дальше делит и вот удаляем все видите тут также инфлейтер инфлейт ну тут все наоборот это два метода layout дал до объявления шаблона все у нас все сделано но как вы помните у нас есть у нас для того чтобы вы вывести экрана экран фрагмент нужно в конце вызвать return функцию return указать название объекта который мы положили верстку положили в бандинг указываем байдинг и вызываем метод root для того чтобы все запустилось и теперь будет все работать а дальше все то же самое также вы обращаетесь к объектам все то же самое то есть мы обращаемся к методу и классу утиль вызываем метод и так вызываем объект инфлейт и потом вызываем его метод инфлейтер который наполняет это все версткой в общем так вот это все выглядит пользуйтесь этим этим мало кто пользуется но если вы посмотрите какие-нибудь актуальные подкасты кейли ли мнение иностранных специалистов они все продвигают дату бань дата бандинг пользуйтесь этим обязательно